Не успела закончиться одна пандемия, а нас пугают уже новой. Да, оспа. Точнее, обезьянья оспа. Редкая инфекция, которая встречается в основном в Центральной Африке, обнаружена уже более чем у сотни человек в странах Европы, США, Канаде, Австралии, Израиле и даже в Дубае. И хотя вспышка этой обезьянья оспы стала следствием двух гомосексуальных реф-вечеринок в Бельгии и Испании, хотя оспа как заболевание давно побеждена, не поверите, благодаря вакцинации. Страху-то нагнали. И главная страшилка тут в том, что оспа могла использоваться как биологическое оружие, разработанное русскими. Да, опять виноваты мы. Ну, по версии британской прессы, которая ссылается не на абы кого, а на полковника советской армии, ученого-микробиолога, который лично разрабатывал советское биологическое оружие, Канаджан Алибеков. Но, может, не будем верить британской прессе и Канаджану на слово. Давайте разберемся, что это за отец советского биооружия. Канаджан Алибеков действительно микробиолог и полковник. В советское время он работал на предприятии биопрепарат, занимавшемся разработкой медицинских лекарств и вакцин. Однако, по словам Алибекова, в условиях строжайшей секретности и в нарушении всех международных договоров, Советский Союз разрабатывал там и биооружие на основе сибирской язвы и оспы. Но Советский Союз рухнул, ученые оказались никому не нужны, и Алибеков стал искать свое место под солнцем. Естественно, в США. Эмигрировав на запад, Алибеков стал направо и налево всем рассказывать, что в Советском Союзе занимался разработкой биологического оружия. Такой информацией, естественно, заинтересовались спецслужбы США. А полковнику только это и нужно было. Играя на страхах американцев перед неведомым биологическим оружием русских, Алибеков быстро поднялся. Стал профессором университета Джорджа Мейсона, сотрудником Национального центра биологической защиты США, основал свою фирму BioSolutions и, наконец, написал книгу «Био-угроза». Влияние Алибекова возросло настолько, что когда в начале нулевых на Ближнем Востоке назревал конфликт, он подлил масло в огонь. Предприимчивый казах стал утверждать, что после распада Советского Союза биологическое оружие могло попасть в Ирак. И власти США прислушались. 31 марта 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл принес на заседание ООН пробирку, в которой, по его словам, были споры сибирской язвы. Якобы это все компонент иракского биологического оружия. Таким образом, судьба страны была предрешена. И вот уже почти 20 лет там идет война. А никакого биологического оружия, как выяснилось позднее в Ираке, никогда и не было. Но еще до того, как выяснилось, что Алибеков просто врал про био-угрозу от Ирака, власти США в долгу не остались и выдали ему грантов на различные проекты на 28 миллионов долларов. На полученные деньги он стал заниматься различными проектами и исследованиями. В частности, что вакцина от Оспы якобы может защитить человека от ВИЧ. Кроме того, стал продавать через интернет безрецептурные таблетки и БАДы под видом настоящих лекарств. Короче, к 2006 году научное сообщество США было в легком шоке уже от Алибекова. Его со скандалом выгнали из университета Джорджа Мейсона, а все его научные труды обсмеяли и выбросили. Однако Алибеков и не думал сдаваться. Ведь в мире так много стран, которые готовы сотрудничать со столь ценным специалистом. Например, Украина. Все в том же, в 2006 году он открывает там медицинский центр. Нет, это не те биолаборатории, о которых вы могли бы подумать. Фармкомпания Алибекова больше всего отметилась как контора по отмыву денег беглого казахского олигарха Мухтара Аблязова, который кинул свою страну по меньшей мере на 6 миллиардов долларов. А теперь он видный казахский оппозиционер. А пока еще никто ничего про это и не знал, Алибеков с триумфом работал и на малой родине, в Казахстане. А как иначе? Поднялся земляк, уже гражданин США, имя даже сменил. Кен Алибек стал. Он стал практически локомотивом казахской биотехнологической науки. Сотрудник Назарбаев университета. Председатель правления Центра неотложной медицинской помощи. Руководитель Национального научного центра онкологии и трансплантологии. Лишь по одному из проектов Алибеков выбил из государства более 1 миллиарда тенге. Годы шли, деньги шли, а вот никаких научных прорывов или открытий так и не было. Казахи начали что-то подозревать. Апофеозом работы самопровозглашенного онколога Канаджана стал 2014 год. Он созвал пресс-конференцию, где заявил, что он единственный, кто способен вылечить Жанну Фриске от рака. Якобы с просьбой о лечении певицы к нему лично обратился ее отец. Однако вскоре отец Жанны Фриске заявил, что вообще никогда не обращался за помощью к казахским врачам. Пройдет еще три года и Алибеков достанет даже бывших соотечественников и вновь сбежит в США. Но и там он уже никому не нужен. После истории с Ираком местные СМИ разгромили его, обвинив в зарабатывании денег на запугивание американцев, не существующей угрозой биологического терроризма. Впрочем, Алибеков не унывает. Ударился в телемедицину, занимается разработкой методов лечения аутизма у детей. Например, при помощи противовирусных препаратов. Надо ли говорить, что врачебное сообщество США просто в шоке от этого? Но большинство маленьких пациентов Алибекова живет и проходит лечение на территории постсоветского пространства. А потому властям США до этого как бы и дела нет. И вот теперь этот видный специалист заявил, что вспышка обезьяньи ОСП могла быть спровоцирована русскими, использовавшими инфекцию в качестве биологического оружия. Проблема только в том, что даже западные специалисты признают, что ОСПа – это самое неэффективное биооружие из-за широкой доступности противооспенных вакцин. Однако, я уверен, продолжение еще следует. Обязательно буду следить за этой историей. А вы – будьте здоровы!